Транссибирский арт-фестиваль Тарасенко, Петром Кондрашиным, Вадимом Руденко и Александр Тихоновой. А 26 октября состоится симфонический вечер с участием Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко и скрипача с мировым именем Вадима Репина. Люди с инвалидностью могут воспользоваться онлайн-сервисами и получить ответы на частые вопросы в разделе «Возможности для инвалидов на госуслугах», напоминают в телеграм-канале Департамента опеки. Популярные сервисы для людей с инвалидностью в 2023 году – получение справки о размере пенсии и выплатах, доставка пенсии и социальных выплат, обращение в бюро медико-социальной экспертизы, оформление бесплатной парковки, получение технических средств реабилитации. На портале госуслуги можно найти 53 услуги для людей с инвалидностью. Из них 25 – федеральные, остальные – региональные. В Красноголинском районе Самары прошло оперативное совещание с начальниками отделов и представителями ресурсоснабжающих организаций. На повестке были рассмотрены вопросы благоустройства и санитарного содержания территории района, своевременность вывоза мусора, а также уборка придомовых территорий, сообщают в районном телеграм-канале. Управляющими микрорайонами озвучены проблемные вопросы по содержанию подъездов и входных групп многоквартирных домов. Все обращения приняты в работу для исполнения в кратчайшие сроки. В Самаре пройдет выставка-форум «Комфортная городская среда». Форум станет местом встречи представителей власти, бизнеса, финансовых институтов, отраслевых союзов и объединений, информирует в телеграм-канале Октябрьского района. Экспозиция проекта представит все необходимое для создания комфортной городской среды, благоустройства городских и придомовых территорий, внутридомовых и инженерных систем, эксплуатации жилищного фонда, а также коммунальную технику, современные строительные материалы, технологии и оборудование. Выставка пройдет по адресу улица Мичурина, 23А.